Здравствуйте! Вы смотрите новости Дагестана на ННТ в студии Лорианы Шамхалаева. Картина примечательных событий в нашем обзоре. И вот главные темы выпуска. Они все еще курсируют по нашим улицам и остаются популярным видом транспорта у пассажиров. 13 апреля день рождения российского троллейбуса. Как с этим обстоят дела в Махачкале, выясняли наши корреспонденты. 300 участников из 87 регионов страны. Ученица Махачкалинской гимназии Патимат Самедова стала призером Всероссийской олимпиады по английскому языку. Нашим спортсменам все стили покорны. 8 медалей выиграли дагестанские каратисты на первенстве России в Орле. Никогда такого не было и вот опять. Полчаса обильных осадков и центральные улицы Махачкалы буквально превратились в реки, где порой было ни пройти, ни проехать. Как перейти вот эту дорогу? Центр города. Вот как, скажите? И так по всей длине дороги. На ту сторону как переходить? Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не будет. И у коммунальных служб столицы республики есть время для подготовки к следующим ливням. Начат ремонт автомобильной дороги республиканского значения Манас-Сергокала-Первомайская. Об этом сообщает Минтранс. Участок обеспечивает транспортные связи Карабудахкенского, Сергокалинского и Кайкенского районов между собой и столицей региона. На сегодняшний день на объекте проводится устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно идет процесс по обустройству дороги. Ежедневно в работах задействовано более 10 единиц спецтехники. Завершение ремонтных мероприятий запланировано на конец июля текущего года. Сегодня россияне отмечают день рождения отечественного троллейбуса. В советское время именно этот транспорт был самым популярным в крупных городах. В России первый троллейбус запустили предприниматель Фрезе и инженер Шуберский 13 апреля 1902 года. Когда у нас в республике появился трамвайный автобус и как обстоят дела сегодня с этим транспортом в Махачкале, расскажет наш корреспондент Карим Гамаев. Первый троллейбус в столице нашей республики вышел на маршрут 13 февраля 1973 года. В этом году троллейбусный парк отмечал свой юбилей. Прошло уже 50 лет, а этот вид транспорта все еще пользуется спросом. Основные категории пассажиров это студенты и пенсионеры, а их, к слову, немало. Стоимость проезда и комфорт – главные критерии, по которым многие выбирают именно поездку на данном виде транспорта. Правда, есть еще один нюанс. Троллейбус едет по точному маршруту и студентам-иностранцам очень легко ориентироваться в городе. Потому что оно сразу, ну, удобно тоже, и удобно тоже, и, ну, из-за, можно сказать, из-за деньги тоже. А и студентам-иностранцам удобно бывает по этому троллейбусу. Я инвалид второй группы, я ехала на маршрутке 69 номер, она по дороге испортилась. И я пересела на троллейбус. Если троллейбус каждый раз ездить, как положено, я бы всегда ездила на троллейбус. Во-первых, меньше платишь, во-вторых, свободно и удобнее. 50 лет назад в 10 часов утра в Махачкале торжественно выехал на линию первый троллейбус, за рулем которого находилась Галина Родина. Нашей съемочной бригаде повезло застать на месте сотрудника, который с первого дня открытия работает в троллейбусном управлении Махачкалы. Вот я в то время первоначально начал свою работу слесарем, а потом перешел на курсы водителей. И постепенно уже начал, как сказать, по лестнице уже тут продвигаться. Хуже стало после того, как распался Советский Союз. Практически новые троллейбусы перестали получать, а старый изношенный состав, вот как могли, так ремонтировали, держали. Но как бы то ни было, вот эти 90-е годы и последующие, постепенно, постепенно у нас это все пошло вниз. За время работы троллейбусный парк переживал немало проблем, но продолжал свою работу. А все благодаря дружному коллективу. Но люди держались в коллективе. Они верили, что рано или поздно наступит такой день, когда это все будет позади, а впереди будут нормальные такие уже условия труда. Многие города, вот этот переходный период, о чем я говорю, многие не выдержали. В Российской Федерации многие предприятия, они ушли. Мало того же, в Российской Федерации нет такого, на сегодняшний день, такого случая, чтобы в городе в наше время открывали новые троллейбусные линии. А мы открыли троллейбусные линии 14 километров в однопутном вычислении до Каспийска. На данный момент на балансе автопарка стоит 25 троллейбусов. Но, к большому сожалению, на линию выходят максимум 14 машин. Причина проста – не хватает водителей. Всех махачкалинцев и жителей всего Дагестана, но очень много безработных людей по районам, везде и всюду, молодые люди, приходите к нам. Мы объявили набор на курсы водителей. Нам нужны как минимум 20-30 водителей. Зарплата водителя троллейбуса, по словам Фузулы Фузулаева, составляет от 40 тысяч рублей и выше. К слову, в наше время безработицы – это весьма неплохой заработок. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И к другим темам. Ввод в оборот около 150 тонн контрафактной молочной продукции пресекли сотрудники Россельхознадзора. Неправомерная деятельность была выявлена в ходе мониторинга системы «Меркурий». Предприниматель оформил 11 ветеринарных сопроводительных документов на сливочное масло и сырное зерно, произведенное из несанесенного в базу сырья. Продукция поставлялась в Москву и Московскую область. Информация направлена в МВД Дагестана для организации проверки. Ученица Махачкалинской гимназии имени Магомеда Гамзатова стала призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Финал интеллектуальной битвы проходил в Москве. Около 300 участников из 87 регионов страны боролись за победу. Подробности у Патимат Ханаповой. В Махачкалинском аэропорту теперь встречают не только спортсменов, но и призеров других олимпиад. Чтобы стать одной из лучших, 17-летняя Патимат Самедова прошла серьезную конкуренцию и противостояли около 300 сильных соперников. В этом году, когда я увидела задание, я поняла, что будет намного сложнее, чем в прошлые годы, так как появились задания нового формата. У меня были к себе требования, так как в прошлом году я уже была призером, но я все равно рада вернуться с дипломом в этот год. Патимат участница многих олимпиад. 11-классница уже во второй раз становится призером. В этом году в заключительном туре школьница получила 100 баллов из 120. Подготовка, говорят педагоги, была сложная и серьезная. Вот для того, чтобы побеждать на олимпиадах вот такого уровня, ученик должен быть очень начитанным, гарантированным. И вот это все мы как бы сочетали. Подготовка, она по времени объемная. Мы постарались заниматься дополнительное время по воскресным дням, еще один день в неделю минимум. Сегодня Патимат вернулась в Дагестан. В аэропорту ее встретили родные и близкие, педагоги и представители власти. В этом году девушка оканчивает школу, а продолжить обучение планирует либо в МГИМО, либо в высшей школе экономики. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. И в завершении выпуска о спорте. Дагестанский вольник Ахмед Тажудинов вышел в финал чемпионата Азии. Соревнования проходят в Астане. Представляющий Бахрейн, воспитанник спортшколы имени Садулаева, поборется за золото в весе до 97 кг. На предварительной стадии подопечный Шамиля Амарова одержал две победы. Сначала он тушировал соперника из Казахстана, а затем взял верх над бронзовым призером чемпионата мира иранцем Моштабой Голейджим. В финале Тажудинову будет противостоять китайский спортсмен Авусаймана Хабила. Восемь медалей выиграли дагестанские спортсмены на первенстве России по всестилевому карате в Орле. Участниками соревнований стали около полутора тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет. Пятерым нашим каратистам удалось стать лучшими в своих весовых категориях. На высшую ступень пьедестала поднимались Алиасхаб Исаев, Алибек Алибеков, Абдурахман Мустафаев, Нарудин Магомедов и Руслан Гамзатов. Еще у троих спортсменов серебро. Обладатель Кубка мира и чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев сменил спортивное гражданство. На соревнованиях Махачкалинец будет представлять сборную Греции. Информацию о переходе Куруглиева в стан новой команды вольников подтвердил его тренер Гайдар Гайдаров. В составе греческой сборной 30-летний борец выступит на чемпионате Европы, который стартует 17 апреля в Загребе. Ранее Даурен Куруглиев выигрывал континентальные соревнования дважды в 2017 и в 2019 году. На этом у меня все. С вами была Лорианна Шимхалаева. Встретимся в эфире. Оставайтесь на ННТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова